У Брыжгалова на последних нескольких лет были различные версии. Но одна из них была такая, что вот город возлет на баланс общественного оружия, да, и поделит тариф для порта специально, чтобы порт разолить. Ну это, ну, вы все понимаете. А если я к этому добавлю, что удельный вес токов порта вот в этом всем расследовании всего 600%, а городские власти не могут поднимать тариф выборочно. Там для самореводного завода один тариф, для порта один тариф. Вы понимаете, что мы, да? То есть, вы вот понятен. Так вот, господин Брыжгалов, думайте, что я скажу, придумал новую версию. Вот это меня уже просто осарашило. Он говорит, вы понимаете, господин министр, мы не имеем права передавать общественные сооружения порта в город, потому что у нас такие токи в порту образуются, что если город будет владеть, значит, общественными сооружениями, то есть нельзя сбрасывать в море. Нам рассказывают. Ну, ничего себе. Это даже если спросить портавиков, что вы там творите? Какие традиционные, какие там химические, урановые, что вы там делаете? Насколько ясно за мной? Ничего. Вот обычные соки как соки. Но если такие, то мы, конечно, можем просто закрыть, чтобы фонд, скажи, взрослый в Сочи. Потому что он безобразно хочет экологии нашего города и в целом юга страны. Но я думаю, что это просто активный блеф. Министр, к слову сказать, дал четкое получение подчеркнуть проекты распоряжения Кадмина о передаче точных сооружений. Я возвращаюсь к главным содержаниям. То, что все предложения, которые предложил новый, значит, исполняйся, дают, скажем, как фонд Лавременко Константинович, они приняты, министром поддержаны. Так и в целом политика, которая занимается новым руководством форта. Оздоровление форту, прекращение без зажрения совести финансирования ряда проектов, которые не вывязывают критики, ремонтируют для площадок краны, в костерне нового крана. И многое другое. И многое другое. Я думаю, что сейчас там работает круг. Я думаю, многое там станет понятно и просто известно. И мы договорились о том, что будем работать быстро, динамично. Что слово сказать? Был период, когда портфельки тут кричали, «Вот, за Россию власть не поддерживают все сети в раздете порта». Какие перспективы? Ну, говорят, что Тимух Минюк мне дает право строить эти емкости для перевалки растительного масла. Помните, был скандал какой-то тут. Детельцы, митинги устраивали. Мы их остудили. Сказали, «Подойди, о чем речь?» Город отдал середиктора, по сольской территории, портфель дал городу, город отдал организации, чтобы строить. Два года никто ничего не строил. И сегодня, кстати, уже пошло, пока не строят. Но тогда нагреть не волнует. Давай, почему давай? Да потому, что допустили не срёйство, запаскали шестернным маслом. Давай будем делать новость. Это как то, помните, в старом анедоте по одному, Шигина. Вот как детей будем купать или наделаем новость. Так вот, давай, вот новое построим. А для чего построить новое? Для того, чтобы все не продать, как все продали. Так вот, я всем жителям города говорю, пропитант в частности, существуют и мощности, перевалки масла обеспечивают возможность переваливать больше 8 миллионов тонн в год. Наше государство больше 5-то не делает. Всё понятно? Знаете, зерновой комплекс надо построить в селу. Вот, вторая проходная, вот, строят второй проходной. Говорят, зачем? Здесь же зерновой комплекс. Отработанная инфраструктура. Люди готовы расширять и всё там строить. А нет. Тут руководство Форта сказала категорически нет. Почему нет? Можут кто-то догадываться. Вот, я министру адрес ситуации доложил, он говорит, какие проблемы? Найдите инвестора. Мы дадим через 15 минут разрешение. Я нашел инвестора, вот, скажем, на этой неделе, в конце этой недели он будет у нас, будут проведены все необходимые решения. И так не всем можно было назвать десятки, когда срабатировали, или, скажем, отклонялись, 8 деловых предложений. Но одно из последних, самое такое интересное, городскими властями было предложено построить терминал по перевалке. Сыр трусовый, бананы. Безумно выгодная тема. Вот там, где был один бак, вот там, где строцов хотел построить центнерный, недоябный терминал. Он бы был выгодный, в десятки раз. Нам, конечно, отказал, господин старцов. Идея такая была. Сегодня это строится напротив, в рыбном порту. Все понятно. И вот, когда проехали по акватории, прошли по акватории, и министр увидел, как я конструкция идет в рыбном порту, он был в шоке. Он говорит, что тут работает? А там работает немецкие бригады, в городе Велеселке, что вы знали. Велеселке работает немецкие бригады, на заработки приехали. И строить грамотно, мощно. Так какая же конкуренция? В следующем году, в начале законской конструкции, порт будет работать в 8 миллионах углеводопотока. Я сказал министру, через 100 лет, велическая бухта, я подчеркиваю, Сухой Ливан, будет работать в объеме 35-40 миллионов. Северность будет жить, процветать, и все портовики будут процветать, и зарплата будет достойная. Собственность и вопрос. Оптая ситуация. Подписан закон о выборах в местном совете. Глава бригада обозначена 31 октября. Комментировать не буду, да потому что нет секса закона. Все понятно, да? Правила установлены Верховной Рады. Как мы их будем выполнять? Трудно сказать, потому что документы не видели. В принципе, нам понятно. Это смешанная система по выборам депутатов. Будет, мы так просчитывали, это ориентировочно, скажем, половина будет округов, в смысле, по мазоритарке, привязанной избирательным, что правильно. Значит, вторая половина по партийным спискам. Мэр будет также выдвижаться перед партийной организацией. Больной вопрос Сарифы. Сарифы, сцены на газ. Вы читали, я думаю, что все знаете, уже 200 раз рассказывали. С мессором, то здесь я согласен, с мессором не нет, потому что когда говорят, что на газ будет цена на 50%, Сарифы вырастить на 20%, так это для дураков. 50% только, значит, это удвоение на газ до плюс 16-17%, это точно будет за полугодие на 18% вырастет на электроэнергии, да, на 44%, скажем, минимальная заработка плата, но сложить и вы все поймете. И того 48%, предполагаемо. Как решить цена в последний момент, не трудно сказать. Весуде, значит, подъема корейцев, как бы на коммунальном услуге, значит, все до того, лечь на плечи к городам, жителям. Остановление кардина снизено до 10% уровень доходов для получения субтизий. Было раньше 15%. субтитры, что бы я хотел сказать нашим жителям городом. Самое главное смотреть в будущее с оптимизмом, не переживать. Городская власть это, все-таки подчеркиваю, сделает все необходимое для того, чтобы снизить нагрузку, которая ляжет на плечи горожан. Я пока говорю только контуры, только контуры. Этот путь так он и будет, если это произойдет. Значит, мы увеличим доплату из городского бюджета для малобеспеченных горожан. Если там сегодня две кипики, мы обеспечим четыре кипики семей. Все понятно. Значит, я хочу этим подчеркнуть, ни один житель города не пострадает. Единственное, что мы просим, убедительно просим, и только в таком консерте мы будем с вами работать. Сначала оформляйте субсидию с вами, а потом доплату из местного бюджета. Понятно, да? Если наоборот вы ее не получите. А мы скажем платить. Мы не будем помогать тем, кто по лебенности не захочет получить субсидии. Это главный сильневой вопрос. Я думаю, что это в наших фондесят интереса. Вы мне правильно поняли, да? Повторять не надо. Сначала субсидия, потом муниципальная добавка. Так будет больше, чем будет лучше для вас. Плюс я же все-таки уже город это будет делать. Ведь это же немыслимая тема. Да. Ни для одного города тема немыслимая. Для нас этого мысльная. Россия власть отработала эту тему. Прежде всего, она связана с тем, что мы вот субботу в пятницу примем решение на сеть и городского сета. Уникальный. один совет на всю страну. Сколько там советов? 700? Вот один совет. Мы примем решение на сеть и сета о пересмотре бюджета. Не как все в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. Причем это будет значительное увеличение. Мы дополнительно будем привлекать решение наших житейских проблем 83 миллионов гривен. И будем двигаться дальше. Мы перевыполнили бюджет. Более того, мы перевыполнили днем промышленного производства на 150%. И будем двигаться дальше. В мае средняя заработная плата превысила 3037 гривен. Я подчеркиваю средняя по палате средняя зарплата. Для сопоставления скажу область 2000 гривен, Украина 2700, Одесса 7800. Эти все доходы, которые мы получим мы естественно распределим для наших горожан. Для решения социальной, коммунальной, комфортности проживания наших горожан. Сказом будут проведены я вначале говорил три комплекса дворов. Сталинграда 200, Александридская 18, 18, А20, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, А вот в этом огромном массиве Александридской 18, 18, А20, 22, 22, 23, будут установлены открытые турецкие тренажеры, чтобы мы могли укреплять свое здоровье. И как вы знаете, уже обустроены дворовые территории Данченко, Константы, Корабельные, Парковая, Парковая 26. Сейчас будем дальше с вами напряжены в этом работе. Сейчас мы представляем городах, что вы знали, что происходит вот, скажем, вокруг зданий месполкома. Ничего совершенно. Вот, скажем, между месполкомом и, как мы называем, желтым базаром, Или мягкий базаром, или поздно как? Значит, это стрельцово очередного фонтана. Мы его строим медленно и будем строить медленно, потому что он строится в доле с предпринимателями, с бизнесом и с сельской местного бюджета. Пока будет первое, мы предполагаем к выставке цветов, это будет примерно 8-10-го сентября, его открыть. Это будет первый секретный современный фонтан, полномасштабный фонтан с подсветкой. А в силу будет построено 5 фонтанов. Это вся площадь будет называться, как вы догадываетесь, площадь фонтана. Но здесь это лучшее применение название мы будем благодарны. Что касается возле Сауриев, там работает серьезная технология, значит, хочу сказать, мы там не будем строить ни жилья, ни каких-то казематов. Там тоже будет сделан сверх, и как вы догадываетесь, будет построен сверх фонтан. За деньги Тауриевы, там бюджет не участвует. С этого значит, у нас весь город будет, как вы понимаете, фонтан.